Расследовать коррупционные схемы Народного фронта, в том числе лизера партии Арсения Яценюка, призывают в оппозиционном блоке. С просьбой оценить деятельность экс-премьера обратились к посольствам демократических государств и международных организаций. Какими же богатствами владеет и сколько миллионов удалось заработать главному фронтовику в нашем материале? Мы начинаем проект «Стена». 4 миллиарда гривен. Именно такую немалую сумму на свою стройку века запросил главный фронтовик Арсений Яценюк. Анонсировал возведение «Стены» как нечто грандиозное. Это вопрос безопасности не только Украины. Это вопрос безопасности Европы. Поэтому фактически это облаштование Схидного кордона Европы. Но сооружение, призванное остановить российское вторжение, на деле оказалось убогим забором. Все потому, что проект с самого начала был авантюрой, убеждены политологи. По их мнению, это традиционная выкачка денег из госбюджета. А в НАБУ уже установили. За последние два с половиной года при строительстве украли почти 200 миллионов гривен. Нашли и виновных в крупных хищениях. По подозрению в коррупции задержали семерых. Однако вопрос, почему за злоупотребление отвечают только пешки, остается без ответа. Впрочем, кроме Евровала у лидера Народного фронта есть и медиапроект. Арсений Яценюк приобрел телеканал. Точнее, часть акций. Речь об «Эспрессо-ТВ». Информацию подтвердили и в пресс-службе экс-премьера. Мол, договор подписан еще 15 июня. О покупке корпоративных прав Яценюк указал в декларации за прошлый год. Потратил совсем немного. По меркам медиарынка почти 4 миллиона гривен. Но откуда у Яценюка деньги на покупку медиа, остается догадываться. Нардеп Сергей Каплин на своей странице в Фейсбуке предположил, они получены благодаря тому самому скандальному проекту «Стена». Откуда же еще миллионы? За время работы премьер-министром Яценюк увеличил свой доход на 20%. Об этом свидетельствует его декларация. Но этому удивляться, видимо, не стоит. Несколько лет назад экс-глава госфин инспекции Николай Гордиенко разоблачил теневые схемы бывшего премьера. О нарушении со стороны его Кабмина выявил почти на 7 миллиардов гривен. После чего его отстранили от должности и возбудили в отношении него уголовное дело. Гордиенко выиграл суды и добился восстановления в должности, после чего производство закрыли, а госфин инспекцию якобы реорганизовали. Впрочем, дело против чиновника возобновили в мае этого года.